30 авторских тарелок с главными зданиями окружной столицы и церковный комплекс в макетах, как признание любви к родному городу. А создает эти шедевры житель округа Геннадий Филиппов. В гостях у мастера побывала наша съемочная группа. Колокольчики, да, купил в магазине, в рыбацких магазинах. В середине побольше, тут есть поменьше, немножко какие-то, ну эти почти одинаковые. В макете колокольни у Геннадия Филиппова все как в настоящей звоннице, которая стоит у Богоявленского собора в сердце города. Звонят колокола и даже деревянные фризы, как у оригинала. Это дерево, вот эти вот палочки, вот это строгано все, из молодой ивы, побеги вот они. Вот я из них ходил, собирал, потом чистишь, пропускаешь через, я придумал тут через гайку, проколачиваешь и идешь, и они получаются ровные. А сколько вот по времени надо такое здание построить? О, эту я делал, сейчас я вам скажу, вот эту колокольню и вот ту. Всю зиму, где-то с сентября начал и до июля. Кроме колокольни Геннадий Фигасевич выстроил еще несколько церковных зданий. Богоявленский собор, воскресную школу, дом для священнослужителей. В планах у мастера создать макет Арктического собора. Создание макетов – это не единственное увлечение мужчины. Вечерами влюбленный в окружную архитектуру создает авторские тарелки. Вот это наше здание, вот эти трубы, вот гудок. Вы, наверное, не помните, раньше гудел завод. Шесть часов, без пятнадцати, семь, потом семь часов на обед, с обеда. С этого предприятия началась трудовая деятельность Геннадия Филиппова. На лесозаводе он отработал 45 лет. Начинал кочегаром, а затем стал старшим машинистом. Такую тарелочку, память о заводе, которого нет, Геннадий Пегасевич оформил за пять дней. Работа в технике аппликации, по словам мастера, кропотливая. Пока нарисую. Пока бывает, что открытку найдешь. По открытке, тогда уже по лекции вроде. А если нет, то схожу, нарисую немножко. А потом каждый элемент будущего здания нужно вырезать. Некоторые детали по размеру всего несколько миллиметров. Но труд того стоит, признается мастер. Ведь на каждой тарелочке главные здания окружной столицы. По ним, как в сказке, о блюдечке с голубой каемочкой, можно заглянуть в прошлое или посмотреть на настоящее. Вот старая Арктика была когда-то, а сейчас вон какая Арктика. И новые, и старые у вас все. Всего же в коллекции мастера около 30 тарелок признаний в любви родному округу. Так бывает, идешь по городу, такая красота, так изменился город, не узнаваем, устал. Ну, все это решили, значит, как-то продлить эту память. И вот решили на тарелочках. Есть в семье Филипповых особенная тарелочка семейной истории. Да, это у нас память наша. В этом клубе у нас зародилась любовь. Он на лесозаводе, да? Да, на лесозаводе. Помните, как первый раз его увидели? Ага, помню. Пришли они с армии. Сколько вас? Трое или четверо было? Да, четверо. Они служили все в Германии, там такие нарядились, пришли. Пиджаки у них, костюмы, бабочки, белые рубашки. Ну что ты, прям все дерьки попадали. А к вам как он подошел? Антонич Наля пригласил? Ой, он такой был несмелый. Я сама его пригласила. В счастливом браке Любовь Федоровна и Геннадий Пегасевич живут почти полвека. В 2017 году пара отметит золотой юбилей. В жизни говорят, прожить не поле перейти. Все может быть. И ссоры были. Ну, не лились, снова опять. Несерьезные такие. А вы секрет своего долгого брака, можете поделиться секретом? Ой, не знаю, даже не знаю. У каждого, наверное, свои какие-то секреты. Как можно сказать, вот так надо жить, так? Нет, наверное. Просто, может быть, меньше обращать внимание на чьи-то там недостатки, что ли. Уважать друг друга, наверное, самое главное, мне кажется. Вот так и живет семья Филипповых с любовью к семье, к окружающим и малой родине. Своё творчество Геннадий Пегасевич планирует показать на выставке, посвященной юбилею округа. Возможно, глядя в тарелку, кто-то увидит свою историю жизни. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!